хай пипл привет друзья кондиционер включу я сейчас приехал в алматы сижу дома вот и потихоньку потихоньку пришел себя после перелета вы знаете я всегда ною что мне очень сложно стали даваться вот эти перелеты поэтому прилетел я где-то в кобеду наверно там 12 часов и вот только сейчас я что-то там могу внятно что-то разговаривать и появилась чуток энергии для того что провести сегодня с вами часик пообщаться по отвечать на вопросы кому будет интересно я вот надеюсь что затянем на эфир побольше народу поэтому делитесь в комментариях там везде в stories ах приглашайте друзей в общем поговорим август у меня очень насыщенный за месяц запланирован у меня две поездки в город ладокурган по семейным так сказать мероприятиям и две поездки будет в астану 1 на 5 дней 2 на 3 5 дней по работаю три дня туда еду на отдых вот для того чтобы показать город супруги и нас пригласили в гости поэтому три дня побудем и вернемся это уже в конце августа а все вот такие дела короче то есть август месяц будет сильно насыщенный у меня поэтому посмотрим так тут девушка задает вопрос не могу расстаться отпустить парня мы с ним расстались давно на и страдать короче не можешь расстаться не можешь отпустить это созависимые отношения зависит зависит от него больше чем он от тебя и так бывает на самом деле так бывает и это первый признак того что твоя жизнь тебе не принадлежит если уже прошло время много и ты страдаешь значит ну короче ты попала первое второе начни работать с собой с психологом там ко мне приди сама начни писем прощения пропиши почему потому что когда когда человек уходит а тебе все а тебе больно это значит ты делилась с ним часть своего негатива там я не знаю ничего ты в общем часть энергии отдавала ему которая тебе мешала так сказать этот и когда он бросает и со своим негативом оставишься одна негатив это не обязательно что там говнистая это какая-то это может быть какая-то боль но все равно вот эта боль внутренняя она вызывает токсичность и и за счет этого когда появляется парень ты с ним разделяешь эту боль да и когда он пропадает и как будто страдаешь вдвойне от этого вот поэтому очень важно понять что нужно проработать собственные какие-то блокады боли вот такие дела муж далеко скучаю рядом выводит меня причина в толкургане принятие трех людей в толкургане если как-то возможно будет вклиниться до каких какой-то момент и прийти на сессию на в толкурган поедем или 5 или 6 числа вот там буквально пару дней буду и там можно будет до вклиниться потом мы поедем 27 помощью такое число и и там наверное вряд ли может 28 где-то полу часа с утра вот что еще тик ток я так понял ночная тема да то есть и или из-за того что интервал бы больше больше пяти дней не выходили что-то тик ток поставьте лайки пожалуйста то здесь живой всего шесть человек потому что последний раз было восемьдесят что-то там постоянно висел видимо я опять из алгоритма выбил тик ток требует постоянного внимания к себе для того чтобы нагнать туда людей или мне все-таки кажется что это ночная штука класс 1 позвонить или записаться вы можете написать на ватсапе или в директ мы с вами там договоримся да если вы не можете приехать в палмату то в толкургане мы можем там пересечься да как найти парня алекс лесли охота на самца руководство к действию это вот но там вам не понравится потому что придется над собой работать и прорабатывать свою марань и придется прорабатывать свою гордыню 4 года как сына как сына убили чем дальше тем больше чтобы не смириться все время жду все еще взглянуть пожалуйста как быть во первых 4 года это еще не так много для такой утраты вот и какие бы я вам сейчас слова не сказал они вас не утешат потому что материнское сердце оно все равно будет болеть письма прощения прописать точно на терапии походить точно то есть нужно поблагодарить своего сына за то что за тот период который он с вами был вы страдаете по тому периоду которого ну который он с вами не был попробуйте переключить и через благодарность поблагодарить его что он этот короткий период какой-то был с тобой всегда просто говорить когда ты со стороны смотришь всегда просто этот но когда это касается тебя конкретно это очень большая утрата и большая боль поэтому через письма прощения психотерапию психологов то есть так далее нужно заниматься если вы хотите начать ну жить в какой-то момент оно все равно не то чтобы отпустить но через осознанность вы можете прийти к спокойствию но это очень длительная и глубинная работа над собственными сознаниями над собой поэтому если вы к этому готовы то ну начните просто действовать потому что вы не заметите как вы еще прострадаете десять лет ими жизнь пройдет мимо возможно вас утешит или я не знаю как то вас переключит то то что вам теперь придется жить за двоих радоваться за двоих вы должны выстроить свою счастливую жизнь и это должно быть вашей основной задачей которая стоит перед вами надеюсь вам как то поможет это вот тикток что-то молчит вопроса вы не задаете или я не вижу ну-ка как то здесь было что нет здравствуйте вы только в Казахстане принимаете пациентов в Грузии в Грузии я пока не был пока не планирую нормально забирать все потрачено у девушки которая ушла потрачено потрачено много это ненормально то есть если ты даришь девушке подарки и потом когда ты расстался ты начинаешь там верни кольцо верни там машину квартиру то что это то есть на момент когда ты с ней встречался она этого всего стоила и была достойна но как только ты она тебя бросила, ты начинаешь у нее это все отнимать, мне кажется, это сильно не по-мужски, это первое. Второе, если тебе жалко было тогда, ну, нужно было тогда ей не давать. Но если на тот момент, когда ты с ней встречался, ты этого хотел, значит, она этого была достойной, ты по факту, ты это поблагодарил. Ты ее отблагодарил за это. Поэтому, мне кажется, что это сильно нельзя так делать. То есть, ну, все, что она вызывала какие-то в тебе эмоции для такого поступка мужского, это ее заслуга. И хочешь, не хочешь, это она этого заслужила, заработала, я не знаю, как это можно назвать. Но очень не по-мужски, когда ты вырастаешься и ты начинаешь это забирать. Это, ну, немножко мелочно. И поэтому, если тебя жаба душит, то не давай изначально. Если ты ее таким образом покупал и потом отнял, и хочешь потом другой отдать, чтобы она тебе опять дала, то, ну, это такое, сволочное такое немножко отношение. Поэтому, если чисто мое мнение, то так нельзя. То есть, подарил цветы, это все равно, что цветы потом забрать. Сколько бы ты ей не дарил, там, квартир, машин, яхты и так далее, на тот момент, который ты это делал, она тебе давала, как бы, заряд положительных эмоций, потому что это же тоже не дебил просто так это все раздавать. Поэтому с удовольствием всегда вас слушаю, очень вас уважаю, вашу глубину, доброту, спаси, тактичность к людям у меня еще есть. Очень сильно на телесную терапию. Приходи. Добрый, вы кто психолог, я психолог. Как вы относитесь к гипнотерапии? Нормально отношусь, любые практики, которые тебе помогают, все хорошо. Вот, благодарю, я каждый день благодарю его, так как он был для меня всем, Богом, отцом, другом, вообще всем. Все то, что я на этом свете видела, все он делал для меня. Дорогая моя, почитай книжку «Материнская любовь», и ты поймешь, что скорее всего тебе это дано для того, чтобы ты начала развиваться и увидела хорошие вещи в других мужчинах, и для того, чтобы ты все-таки восстановила отношения с мужчинами. Не с сыном, а с мужчиной, то есть с каким-то другим мужчиной, это чтобы создала ты свою семью. Или тот мужчина, который рядом, чтобы ты его начала поднимать. Почему? Потому что вы, как бы ваш основной урок, скорее всего, это создание семейных взаимоотношений внутри семьи. Я не знаю, муж у вас есть или нету, если нету, заведите. Если есть муж, то восстановите с ним взаимоотношения, потому что он страдает от вашего эмоционального голода, в котором вы его держите уже не один год. я уже в Алма-Ате, да, вчера рада была вас видеть в Астане. Спасибо. Это вы меня фотографировали, да? Рахмед Сазге. Вот. Поэтому такие дела. Знаете, сейчас, я не знаю, кого это касается сегодня, есть семи, правда, благополучные, там, которые зарабатывают нормально денег, у кого там газеты, пароходы, заводы, у кого там рестораны, бизнесы и так далее. Те, кто для людей не бедных, хочу сказать такое. То есть, для людей, которые деятельные, да, готовьте своих детей к передаче бизнеса. То есть, очень важно воспитывать правильно детей для того, чтобы передать ваше детище. Пожалуйста, думайте об этом заранее. Когда вы готовите наследника, это совершенно два разных состояния. Для ребенка нужно готовить морально, психологически, ребенка нужно готовить профессионально, да, то есть, для того, чтобы потом сопли на кулак не наматывать. В последнее время очень много запросов о том, кому передать бизнес. Многие сталкиваются бизнесмены, что передать некому. Вот эти вот, кто начинали в 90-х, у них сейчас проблема, что их дети не хотят управлять их бизнесами, да, у них, а это нужно, а это нужно готовить ребенка. Вы не можете его просто, он жил, 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 вы его всем обеспечивали, теперь на тебе геморрой, сука, сразу тебе на миллиард деньги, да. То есть, очень важно потихоньку эту нагрузку тихо-тихо на него накидывать. Поэтому посмотрите, готовьте, оглядитесь, присмотритесь, вот, приходите сами на терапию, приводите своих детей, будем потихоньку выстраивать их мышление по то, чтобы они хотели принять бизнес. Окей? Вот, это такая новая, новая такая штука, которая сегодня с каждым днем будет более востребована. Что делать, если муж потерял интерес ко мне после родов, вечно гуляет и норит? Я не знаю, сколько время после родов прошло, если прошло не больше полугода, то это с точки зрения психологии во многих книжках это описано, считается, что это окей. Что значит окей? Это значит, что мужчина видит женщина родила, то есть дальше оплодоваться не надо и он теряет интерес, это на уровне физиологии это в принципе нормально. Нормально лишь, что он там гуляет и не знает, что значит у вас гуляет и игнорит. Гуляет подразумевается если у него любовница или что он или он с друзьями где-то гуляет. То есть если он гуляет с друзьями это тоже в принципе окей, тебе придется с этим не то чтобы мириться, но просить его, чтобы он обращал на тебя внимания больше. Но если ты будешь когда он приходит домой погулял он приходит и ты будешь вечно дома недовольна он будет уходить еще больше на дольше. Поэтому смотри конечно у тебя много там накапливается за день с ребенком уставшая и он приходит поздно и ты такая вот я устала ты мне не помогаешь и он такой блин запарила завтра домой пойду еще позже мужики у нас все просто если ему дома плохо он будет приходить позже если ему дома хорошо он возможно вернется пораньше но у мужчины как такового после как ты родила во-первых социальное влечение к тебе пропадает правда и второе ему нужно работать зарабатывать он должен пропадать на работе на самом деле а не гулять поэтому посмотри тоже вот я надеюсь что я ответил на ваш вопрос вот такие дела кто сейчас где находится вы еще едете домой в пробках или вы уже дома друзья или вы сейчас еще делаете уроки с детьми как бороться социофобией нужно это только в групповых тренингах можно побороть социофобию то есть невозможно социофобию победить на онлайн встречах то есть можно какие-то что-то сдвинуть но очень важно чтобы человек научился коммуницировать с людьми это возможно только в группе чтобы хотя бы какой-то островок людей которым он доверяет здравствуйте я постоянно жалею своего мужа как это исправить перестань быть мамкой а каникулы я же вообще мне что же ну у меня просто дети учатся я не знаю в смысле у них там уроки какие-то здравствуйте как понять без причины супруга развелась живет у мамы ну во-первых если она развелась с тобой и ушла к маме это знаешь там есть на самом деле две причины да скорее всего мама тоже одинокая женщина то есть она сама воспитала дочь и ей теперь становится скучно потому что она не создала взаимоотношений с мужчиной и для того чтобы как-то свою жизнь обустроить она выдергивает свою дочку из-под мужа его и начинает давай вместе жить все равно то есть зачем нам этот мудак да то есть обычно таких мужиков используют как биоматериал то есть для того чтобы ты зачал ребенка а потом тебя начинают бортовать это в принципе такая классическая схема использование мужчины одинокими женщинами мамами это не то чтобы это прям ну это прям мастхэв да то есть если ты одна воспитала дочь то когда она выйдет замуж вряд ли тебя это успокоит ты ее выдернешь из-под него здравствуйте как решила вопрос военкоматом если не гей есть разные такие мысли были в плане тещин ну вот это основная причина с военкоматом как решить проблему я не знаю почему потому что напишите какая страна во первых если мы говорим про казахстан то в принципе здесь мне кажется все проще если это там Российская Федерация или где-то там я не понимаю не умею выбирать мужчин это знаете я выбираю мудаков вы прочтите стих иди отсюда давай что крадешься так и скажи что начинаешь на нервы тошнишь на иди сюда вот если Казахстан то это легко а выбирать мужчин это соло монова поэтесса я выбираю мудаков если есть души талант он должен быть монетизирован то есть если тебе нравятся мудаки смотри на мудака который понравился и беги от него встречайся с мужчинами которые тебе не нравятся находи антагонистов тому кто тебе нравится Если папа как бы был, как бы не был В твоем детстве он болел И я с мужем родилась до рождения ребенка Прошло 12 лет И он появился первый раз Я сыну сказал, умер И что делать? Собралась за мужчину, третьей женой Ну четвертые дни хули После тебя тоже еще одна будет У вас будет такой свингер-пати Знаете, ну как бы Я, знаешь Я, конечно Не могу Тебе что-то советовать Или как-то рекомендовать Но Быть третьей женой Это, ну Хотя бы он богатый Тогда денег должно быть прям море То есть миллион долларов он тебе закинет на счет Когда ты согласилась То есть, ну Если там денег нету То ни хер там делать То есть ты должна Хотя бы сама себе объяснить зачем Понимаешь? То есть если ты его будешь пользовать И ты понимаешь для чего И зачем ты это делаешь То хули нет То есть если мужик сам Такой вот Ну Мудила, да? И считаешь, что это нормально Да? В открытую это все вот так Фигачить Еще домой приводить Третью То хотя бы Бери деньгами И ты должна быть точно Понимать Ни о какой любви Речи не идет То есть он пользует тебя Ты должна попользовать Конкретно его Поэтому Прям целенаправленно Мне кажется Таких нужно пользовать Прям Сюца Это правда Это недавно Усати Дас Я сегодня утром По-моему смотрел Недавно Усати Дас Утром смотрел Важна ли нумерология Или там Сюца Или астрология Насчет этот Во взаимоотношениях Он говорит На 78 месте То есть Есть еще 77 причин Которые важны И 78 место Это сука гороскоп Стоит ли выходить Замуж за мужчин Который дважды разведен Во-первых Нужно понять Что за мужчина Во-вторых Очень важно Понять Причины Может у него Одна жена умерла Вторая теща сука У третьей Там еще что-то То есть Нужно понять Объективно Причину его разводов И только после этого Можно делать Какой-то определенный вывод Понимаешь Если для тебя Это только останавливает И ты ни разу Сама не была замужем И тебе 40 лет То уже иди Но если тебе 19 И там мужик Ему 30 лет И он 3 раза разведен Наверное Нахер не надо То есть Но если Короче поняла Добрый вечер Вы красавчик Харахмет Если папа болел Ментально Здоровье А дочь Выросла Комплексом Испортила себе Жизнь Мне что Письмо прощения Пропиши На самом деле Очень глупо Вот это вот Обвинять Родителей Отца Или там Кого-то В том Что он тебе Что-то не додал И поэтому Он тебе Испортил жизнь Сука Он тебе дал жизнь Понимаете Он тебе дал жизнь И Не это ли важно А то Что ты со своей жизнью Сделал Это Это не твоя ли Ответственность Я понимаю Что Детско-родительские Отношения Они очень сильно бьют Да То есть Я слышал Ужасные истории От людей Как они жили Я Слышал Очень Многие Вещи От которых Очень тяжело Было Но Человеку Все равно Когда у него Есть сильное Намерение Того Что ты Хочешь Изменить Свою собственную Жизнь В лучшую Сторону Его уже В этом Ничто Не остановит Я писала Вконтакте Вам Игнор Здравствуйте Во-первых Вконтакт Я захожу Очень редко Во-вторых Я же Имею право Не заходить Вконтакт Да Второе Вы сейчас Здесь Находитесь В эфире И вы Можете Сразу Получить Ответ Вы Выбрали Проманипулировать Или что Это Вы Задайте Здесь Вопрос И вы Получите Ответ Мгновенно Может быть А может И нет Но Зачем Это Сейчас Это было Сказано С какой Целью Чтобы Я сейчас Извинился Я не Такой Зашел В контакт И ответил На твой Вопрос Для чего Это Супруг Играет Азартные Игры Может Лить Может Лить Его Кто Во первых Супруг Когда Играет В игры Азартные Это В любом Случае Вопрос Сначала К родителям К его Это К маме Скорее Всего С его Гипер Гипер Опекой С его Спасибо Большое Белучи С его Гипер Опекой С его Может быть Отец У него У отца Гипер Опека Второе И возможно Из-за У тебя Гипер Опека Лежалась К нему Мужчина Начинает Чаще Вот смотрите Игромания Алкоголизм Игромания Это все Вот эти все Мании Причина Их В том Что Причина В том Что Мужчина Не мог Делать Самостоятельные Принимать Самостоятельные Решения В своей жизни Да То есть Ему Всегда Кто-то Что-то Говорил Поэтому Он Начинает Вырываться В казино Бухать И наркомании Вообще Это Это Активное Неиспользование Как это Сейчас скажу Это Скажем так Фатальное Неумение Брать ответственность На себя То есть Тот человек Который Безответственен Он играет И Есть разные Причины Этому Есть гиперопека Матери Есть Отсутствие Абсолютное Отсутствие Любви К себе Или Не было Родителей В его жизни Человек Тоже бывает Играет То есть У кого Склеивается Это нужно Покопать Но есть Определенные Такие Дорожки По которым Можно понять Куда Человек Летит И по Его Взаимоотношениям С родителем Можно Много Что сказать И поэтому Очень важно Посмотреть Саму Семью И С игроманами С наркоманами Алкоголиками В чем Плохо Что Даже если Человек хочет Измениться Сам То его мама Изменяться Не собирается Она говорит Это мой сын Я блять Сама знаю Что мне нужно Что я от него хочу А вы все Идите нахер Я всю жизнь Так 40 лет Его так воспитывала А вы теперь Мне говорите Что так нельзя И поэтому Такого человека Невозможно Что-то С ним сделать Потому что Просто Его мама И его Яички Не отпустит Потому что Для того Чтобы человек Стал самостоятельным И решительным Ему важно Чтобы Отпустила Мамах Сначала Ну чаще всего Здравствуйте Вы очень мудрый Спасибо Спасибо Вы психотерапевт Я психолог Да Биоэнергет Вот Я По поводу Психотерапии Я не психотерапевт У меня нет Образования Психотерапевта У меня есть Образование Психолога Но из-за того Что я Достаточно Такой опытный Психолог Я могу Заходить На какие-то Вот прям Вот так По грани Психотерапии Поэтому Можно Да Ну вот У меня даже Были случаи Когда я умирал Шизофрении Но это Больше я таких Не беру Почему Потому что Это во-первых Очень дорого Точно Потому что Количество сеансов Будет Ну просто Немыслимое И гарантировать Результат Я тоже не могу Понимаете То есть Ну такое Как перестать Быть мамкой Для мужа Во-первых Перестань его Жалеть Как только Ты перестанешь Жалеть То Он Начнет Брать на себя Ответственность Понимаете Как только Ты перестанешь Его жалеть Ты не Со своим Мужчиной Ты ничего Не можешь Сделать Хуже Чем Его Пожалеть Ты должна Верить В него В то Что он Просто Может Когда ты Его жалеешь Ой ладно Мне Гучи Не надо Когда я Похожу Там В этом Что там есть С барахолки В туфлях То Извините Меня Ты таки Будешь В туфлях А он Таки Не повзрослеет И ты будешь Таки Мамка Ему 42 Жить Родителем Как-то Влияет На доход Просто Чем-то Только Не занимался Доход Низкий Есть Маленькая Дочка Поэтому Не могу Уйти Вот Маленькая Дочка Поэтому Не могу Уйти В 42 Года Это Конкретно Очень Долго И Давным Давно Находишь Причины Чтобы Не платить За квартиру И остаться С мамой Или С мамой И с папой Потому что Тебе Очень удобно Это И никогда У тебя Ничего Не будет Своего И доходы У тебя Не вырастут Пока Ты с родителями Очень важно Принять Ответственность На себя Понимаешь Взять Съехать На квартиру И тогда Ты поймешь Насколько Важно Иметь Квартиру И тогда Ты ее Купишь Сейчас Ты с родителями Живешь Тебе Квартира Не нужна И ты Может быть Как женщина И ты Скорее всего На это Имеешь Право Ты думаешь Что сейчас Я найду Мужчину Который Заселит Меня С моим Сыном Или с дочкой В мою Квартиру В его В смысле Квартиру И я там Буду Полноценной Хозяйкой Но Ёптить Мать Тебе 42 года Ты все равно Что-то Должна уже Иметь Понимаешь Даже если Ты баба Извини меня Даже если Ты женщина У тебя Должно Что-то Быть Какой-то Бэкграунд Понимаешь Мы же Тоже Не дебилы Ты Собираешься Встречаться С женщиной Которой 42 года И она Живет С мамой И с ребенком Вот оно Мне нахера Скажи Я пойму Зачем тебе Это надо Мне Как мужчине Для чего А если Я понимаю Она там Живет Одна Пусть даже Снимает квартиру Как там Удохается Там сама Наверное Ей нужна Моя помощь И я Из этого Буду исходить Для того Чтобы ей Быть нужным Но если У тебя Есть папа Который И мама Которая тебе Жарит котлетки Я Я тебе Нужен Скажи Не нужен Я тебе А ты Соответственно Мне Это же Норма Нет Вот Я думаю Что Дошло Наверное Напиши Обратную Связь Мне так Понравилось Или вы Что-то Какой-то Мудак Вы не То Говорите Любую Реакцию Напиши Любая Принимается Здравствуйте Здравствуйте По поводу Еще Вот вопрос Был Как Разбогатеть Для того Чтобы Разбогатеть Надо Работать Это точно То есть Все люди Которые Хотят Разбогатеть Почему-то Не хотят Работать Мне Это Очень Сильно Если Честно Мне Это Очень Сильно Раздражает Почему Потому что И даже Ты Когда Начинаешь Человека Вести К деньгам Ты Ты Вот Один Два Три Шага Четыре И в какой-то Момент Человек Сыпется Классно Все правильно Сказали Меня Растормышили Нет Подруг Все Предают Пока У тебя Такое Пока У тебя Такое Убеждение Что Тебе Все Предают Так и Будет Пока Ты Не научишься Доверять Миру И себе Так и Будет Работаю Как Папа Карло Денег Нет Значит Ты Кидаешь Уголь В чужую Печку Поэтому Кто-то Богатеет А ты Нет А что Считаете Насчет Брачного Договора Когда В семье Все В порядке Брачный Договор Если Честно В нашей Стране По-моему Не сильно Работает Вы С юристами Еще Поговорите Но По-моему Конституция Первичнее Закон Первичнее Там Гражданское Право Есть В котором Все В котором Все вопросы Они уже Определены Это Первое Брачный Договор Возможно Он как-то Видишь Брачный Договор Когда У вас У обоих Жопа Голая То В принципе Он нахер Не нужен Когда мы Женимся В 23 27 лет И мы Еще Ничего Не добились Наверное Да Наверное Не надо Но Когда Ты Женишься В 45 Лет В 40 В 50 Кто-то Женится И он Женится На Девушке Которая Моложе Там Допустим 30 Ей Да И Она Правда С ним Не жила В тот Период То есть Она Не зарабатывала И все Что он Заработал Это Было Возможно Скорее Все С другой Женщиной Да То Наверное Брачный Договор Это Нормально То есть Он Тебе Сразу Говорит Ты имеешь Там Мои 10 Процентов 90 Мои В случае Ухода Я тебе Даю Квартиру То 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 Это Все Оговаривается Заранее Путь выхода И Мне Кажется Что Если Этот Вопрос Поднимается 30 Плюс Там 30 40 Плюс Это Окей Но Если Этот Вопрос Поднимается В 19 Или В 23 Года Это Не Сильно Умно А Если Уже Много Недвижимости Заработали Вместе Если Заработали Много Недвижимости Вместе Вы Хотите Развестись То Скорее Сего Это Будет Вы Пополам Распилите Разойдетесь Если Вам Я Считаю Что То Что Касаемо Супругов То Что Нажат Вместе Лучше Делить Пополам Потому Что Часть Даже С точки Зарения Энергетики Лучше Поделить Но Если Вы Вы Я Я Юрист Я Психолог Поэтому Каждому Решать По Своему Но Мне Кажется Гражданское Право Оно Имеет Верхов Верховенство Закона Или Как Он Называется Вот Поэтому Брачный Договор У нас Пока Такое Себе Но Я думаю Что Это Будет Со Временем Приобретет Прямо Юридическую Сильную Силу Поэтому С Брачными Договорами Нужно Быть Повнимательнее Когда Вы Уходите Замуж После 30 И Нужно Уже Оговаривать Что Вы С Чем Уйдете Потому Что Есть Иллюзия Когда Вы Уходите Замуж В 23 25 Что Это Навсегда На Всю Жизнь Я его Люблю Меня Тоже У Нас Будет Много Детей Будем Мы Счастливо Жить То Наверное После 40 Это Уже Такое Себе Как Выйти На Уровень Богатства Напишите Хотя Бо Сумму Какую Вы Хотите В Год В Месяц Чтобы Понять Куда Вас Выводить Почему Потому Что Есть Понимание Богатства Оно Сильно Разное Сильно Разное У Ледей И Выходы Разные То Можно Выводить Там Вот Знаете Можно Выводить Тысяч Долларов Допустим Там На 5 А Можно Выводить Там Из Десяти Тысяч На Миллиард И Короче Это Совершенно Разное Все Мой Сын 33 Года Очень Много Занимается Занимает Денег Никак Не Могу Донести До Него Чтобы Не Брал В Долг А Долги Отдаешь За Него Ты Да Вот Так Вы Воспитываете Игроманов Дорогие Мои Как Сделать Так Чтобы Мой Муж Ушел От Меня Ты Говоришь Пошел Нахуй Стала И Ушла Все Зачем Ждать Когда Тебя Пошлю Ты Можешь Его Сама Послать В чем Прикол Я Не Пойму Ты Хочешь Быть Честной Сукой Которую Бросил Муж Или В чем Прикол Вообще Почему Не Кончаются Долги А Только Прибавляются Долги Прибавляются Потому Что Когда Ты Упала В яму Хотя Прекрати Копать Не Нужно Постоянно Залазить В долг Это Называется Финансовый Вампиризм Понимаешь Ты Хочешь Взять Больше Чем Ты Отдаешь Ты Берешь Те Деньги Которых Ты Никогда Не Зарабатывал И Поэтому Ты Попадаешь В Долговую Яму Деньги Очень Адекватные Они Очень Посылала Сколько Раз Ну Это Знаете Так Это Эго Чешет Если честно Да Я его Посылаю Сука Он Не Уходит Да Или Что Блять Ты Так Пошел Вон И Он Так Я Не Уйду И Ты Блять Сука Кажется Любит Если Это Тебе Твое Я Хотел Сказать Яйца Чешет Но Если Это Твое Эго Чешет Если Это Там Перышко Как Перышком По клитору Эта Ситуация То Конечно Он Не Уйдет Тебе Нравится Потому Что Но Если Ты Примешь Внутреннее Решение Что Чтобы Он Ушел Он Уйдет Он Это Почувствует Но Ты Хочешь Поиздеваться Издевайся Дальше Зачем Плакать Ну Вот Себе Признайся Что Тебе Нравится Эта Ситуация А Представь Он Ушел Ты Что Будешь Делать На Следующий День Будешь Писать Меня Муж Бросил Что Мне Делать Я Не Знаю Понимаете То Очень Важно Понимать Чего Вы Хотите На Самом Деле Потому Что Пусть Он Меня Бросит Я Его Выгоняю Он Не Уходит Лапша Полная Лапша Я Вот На Всех Сеансах Себя Снимаю Потому Что Очень Часто Видно Истинную Причину Поведения Человека Понимаете И У Мне Не Хватает Терпения Вот Как В Коучинге Учат Сидеть И Сделать Так Чтобы До Тебя Блин Дошло Приятно Вас Слушать За Честность Четкость Прямоту Спасибо Вот Поэтому Их Называют Висельники Понимаете Их Называют Висельники Таких Людей Которым Ты Один раз Дала А потом Они Приходят Просит Еще А ты Не Даешь И Так Пять лет Он ходит А тебе Нравится Висельник И Ты Говоришь Он Мне Жиз Отравляет Под Подъезд Стоит На Машину Розы Кидают Лепестки Роз Там И Так Далее И Ты Страдаешь От Этого А на Сам Деле Тебе Нравится Что Ты Хоть Кому То Нужна Это Все Понятно Надеюсь Чуть Стряхнуло Тебя И Просто Тебе Не Хватает Женского Внимания И Ты Не Знаешь Каким Образом С Него Вытащить И Ты Начинаешь Его Выгонять Вместо Того Чтобы Настроиться На Ваши Взаимные Взаимоотношения Понимаешь Нужно Настроиться На Отношения А Ты Хочешь Чтобы Как Это А ты Делаешь Так Чтоб Он Ушел Для Того Чтобы Он Пришел Короче Как выйти Из уровня Богатства Как выйти Из уровня Достатка На Богатство Напишите Сумму Говорю Вам Вашего Достатка И Что Вы Считаете Богатство Мастер Жестковый Держав Привет Вот Поэтому Вот так То есть Я Честно Я Вот Иногда Я Очень часто Не понимаю Зачем Я Часто Как это Удивлялся Тому Насколько Женский Ум Из Изворотлив Это Правда Вас Восхищает Я Восхищаюсь Тем Насколько Вы Это Все Уворачиваете У себя В голове И У вас Это Еще Как-то Сходится Знаете Боюсь Идти В отношения И Как Перебороть Себя Во-первых Нужно Понять Нужны Ли Вам Отношения Что Вы От Этих Отношений Хотите Смотрите Вы Боитесь Отношений С мужчиной Потому Что Вам Это Неизвестно Это Ток Куда Ити Вы Не Понимаете Как Вы Не Понимаете Куда Ити Что Будет За Этим Поэтому Очень Важно Научиться Понимать Психологию Мужчины И Семейной Жизни Для Того Чтобы Тот Путь Который Ты Себе Выбираешь Был Тебе Понятен И Поэтому Нужно Изучать Психологию Мужчины Психологию И Не ту Психологию Которая Там Нумерология Сюцай Наука Типа Да Блядь Не эту Херню Оно Все Работает Но Есть Поведенческие Привычки У людей По которым Ты можешь Считать Что Делать И Как Делать Одно Дело Говорят Звезды Другое Дело Говорит Пятьсотлетний Опыт Психологии Да То есть Почему Я Какие-то Вещи Могу Считать Правильно Человек Это вам не хер собачий А собачий хер Понимаете То есть Это Очень много Это И я Когда Очень часто Когда Стандартная Ситуация Человек Только рот Открывает Я уже Понимаю Что он Хочет Сказать И Когда Мне Говорят Не Не Вы Не Поняли Я Еще Не Договорил Я Понимаю Что Человеку Нужно Просто Выговориться Я Киваю Голову И Сижу Но Я Вообще Не Вникаю Человек Несет Потому Что Это Не Имеет Никакого Значения Потому Что Я Понимаю Что После Этого Будет К Чему Это Примерно Приведет Я Могу Предположить У тебя Это Из Этого Или Из Этого Или Вот Тут Почему Одни Женатые Клеятся Достали Потому Что Ты Боишься Отношений Понимаешь И Тебе Хоть Какое Внимание Нужно И Почему Пусть Он Будет От Женатого Мужчины Внимание Но Это Женатый Мужчина Он Безопасный За него Не надо Выходить Замуж Но Внимание Ты От него Можешь Получить И Так Фу Ты Женатый Уйди Сгинь Умри Но На самом Деле Ты Хотела Внимание Которого Получила Наелась Вот Этого Внимания И Так Не Для Тебя Красная Ягодка Росла И И Здравствуйте Я в Алма-Ате Сейчас Вот Поэтому Вот так Поэтому Женатый Мужчина Любовь На расстоянии Вот эту Хелью Многие Занимаются Сейчас По Этому По Как Как Называется Программа Вот эта Знакомств Тиндер Чем Вот смотри Чем Меньше Страх Тем Ближе Жених То есть Если Ты Не Боишься Значит Он Находится В Городе В Том Городе В Котором Ты Находишься Если Ты Боишься Немножко Отношений Он Будет Находиться В Другом Городе В Соседнем За Тысячу Километров Если Еще Больше Страх Он В Соседней Стране Потом На Другом Континенте С Другой Стороны Земли И Вселенная Против Чтобы Вы Встречались Понимаешь Но Вы Созданы Для Друг Для Друга Но На Самом Деле Это Твой Страх Пятьсот Тысяч Тенге Пробить Здравствуйте Я из Баку Была Помните Стрим Со мной Все Таки Я послушал О вас Я в Казахстане Я Если честно Я не помню Но Что-то В Казахстане Это Бросило Женатого Жить Легче Стало Я Ревниво Очень Звоню Надоедаю Он Раздражается Все Я понимаю Мозгами Но Овладеть Собой Не могу Просто Твоя Жизнь Тебе Не Интересна Поэтому Ты ему Мозги Ебешь Вот И А если Он Сосед Но Он Не Женат Значит Тебе Удобно Потому Что Вы До Сих Пор Не Замужем Ну Если Вы За Нем Не Замужем Хорошо Что Он Не Женат Или Он Женат Если Сосед И Он Женат Значит Тебе Нужен Секс Но Не Нужно Замужество Чего Это С Тысячи Чего И На Пять Тысяч С Тысячи Долларов Я Потерял Себя Как Личный Ничего Интересного Как Вернуть Себя Во Первых На Сессию Приходи Во Вторых Во Первых С молодым Стоит Встречаться Всегда Говорю С молодым Стоит Встречаться Как Понять Что Девушка Влюблена Это Видимо Мужчина Спрашивает По Девушке Это Очень Легко Понятно Она Начинает Истерить То Если Девушка Тебя Любит Она Не Она Не Может Выдерживать Длинные Паузы Твои То Когда Ты Пропадаешь На Один На Два У Нее Истерика Когда Ты Слишком Долго Не Делаешь Предложение У Нее Истерика То Вот Эти Истерики Мужчина Всегда Так Смотрит Думает Пошла Нахуй Что За Дичь Блять То Вот Эта Истерика Это Первый Признак Что Она Тебе Не Безразлично Или Излишняя Холодность Но Чаще всего Истерика Да Но Если Она Там Ходит И Как-то Тебе Фу Блять Бывает Что Она Хочет Твое Внимание Ого Серьезно Да И Нежна Ты Тоже И Младшие Меня И Ровесники Замуж Зовут Но Не Могу Выбрать Их Так Много Ну Как Выбирать Я Не Знаю Выбирай Того Кто У Скорость Принятия Решения Быстрее Он Будет Богаче Успешнее Кто Быстро Принимает Решение И Если Среди Твоего Многообразия Мужчин Которые Тебя Зовут Замуж И До Сих Пор Тебя Человек Не Не Забрал Замуж Скорее Сего Решительных Мало Твой Решительный Придет Тебя Возьмет За Гриву И Приведет В ЗАГС Вот Это То Что Бывает Так Что Пойдем За Меня Замуж И И И У вас Еще Не Было Секса Это Скорее Если не замуж Завут А потрахаться Тоже Не путайте Можно Изменить Мужа Характер Нет Без Матов Не Можете Могу Но Не Хочу У Меня Никакого Желания Не Работать Что Делать Это Хроническая Усталость Приходите На Сессию Или Пропишите Письма Прощения Самостоятельно Здравствуйте Как вы Относитесь К людям Которые Употребляют Грибы Мухоморы И т.д. Я К людям Отношусь Нормально К грибам Не очень Мне не нужен Секс Мне нужен Замуж За него А он Не хочет Холостую Жизнь Холостую Жизнь В смысле Тебе секс Не нужен Секс Всегда Нужен И Семья Держится Если честно На сексе То есть Через секс Приходит Взаимопонимание Через секс Приходит Примирение Через секс Приходит Удовольствие Почему Секс Не нужен Секс Очень важен Почему Мужчины Изменяют Мужчины Изменяют По разным Поводам И основная Причина Это их Природа Но мы Так говорим Что Как будто Женщины Не изменяют А почему Женщины Изменяют Напиши Ответь Пожалуйста Ты же Не мать Терезы Мы Женщины Не изменяем Матери Терезы Я знаю Что Женщины Изменяют У меня Приходят На сессии Женщины Которые Ну как бы Это все Вскрывается Вот Поэтому Просто Вы про это Кричите Постоянно Почему Мужчина Изменяет И вы Страдаете От этого Я видел Мужиков Которые Страдают От того Что Женщина Изменила Или бросила Непонятно Зачем Успешного Мужика Знаете Богатого Успешного Мужчину Женщина Бросает Зачем Та Я не понимаю И ладно Она ушла К другому Она просто Уходит Вот это Объясните Вы мне С какой Целью Вы уходите От успешного Мужчины Который Для вас Делает Все Я ответ Знаю Вы себе Ответьте Хотя бы Признаки Есть Какие То Вот Хотя Бы Как Это Накидайте Гипотез Почему Мужу Не получается Найти Хорошую Работу Начал Таксовать Но уже И там Часто Стал Ругаться С клиентами На меня Обижается Типа Ходил К ним Много Зависит Потому что У него Гордыня Потому что Гордыня Поэтому Работу Теряет Поэтому Денег Нет Поэтому Не Получается Потому что Для него Ездить Таксовать Это Унижение И поэтому Он Ругается С клиентами Типа Я вам Что Тут Кучер Вы Меня Тут Понукаете Вообще Пошли Вон С моей Машины Мне Так Сильно Деньги Не Нужны Это Ж Так Ругаются С клиентами Да У меня Так же Происходит Просто Ухожу Если Минус Какой Увижу То Сразу Понятно Да Знакомая Бросила Мужа Успешного Потому что Надоела Его Ревность Нормально Молодец Хороший Повод Я Без Сарказма Это Ну Это Возможно Да И Это Наверное Лучшее Решение Женщина Уходит Когда Перестает Чувствовать Себя Желанный Да Вот здесь Правда Тоже Правда Вот Тот Мужчина Вот От него Ушли Вот Из-за Этого Потому что Он Создал Эмоциональный Вакуум Вокруг Нее Да То есть Он Он Считал Что Он ее Деньгами Закидал А Внимание Ей Не Дал Мой Муж За Два Года Ни Разу Не Сказал Что Любит Это Нормально Но Ты Спроси Вот Так Дорогой Ты Минимальным Просто Спроси Ты Меня Любишь Он Тебе Скажет Да Или Скажи Я Тебя Люблю И Потом А что Ты Не Говоришь Что Ты Меня Тоже Любишь И Он Тебе Скажет Я Тоже Как Убрать Гордыню Гордыню Жизнь Уберет У тебя Сама Но Ты Можешь Над Этим Самостоятельно Поработать Это Опять Письма Прощения В YouTube Зайдете Напишите Письма Прощения Найдете Начинаете Писать Можете Помочь Недавно Хотел познакомиться С девушкой Она Меня Отшила А теперь Постоянно Смотрит Ну Значит Смотри Очень часто Женщина Отшивает Потому Что Она Должна Выдержать Эту Паузу Типа Она Тебе Говорит Нет На самом Деле Да Или Я Тебе Рекомендую Еще Три Четыре Попытки Сделай Сначала Вот Если Она Тебя Опять Отошчет Подкатить Ее Подруге К Лучше Подари Ее Лучше Подруге Цветы Всегда Срабатывает Вы Умный Спасибо У У У У Нас Сейчас Скоро Школа Пикапа Будет Если Мужчины Зайдут Побольше И Прикольно В тиктоке Знаете От мужчин Я чувствую Мужские Вопросы Есть И Мне Очень Дравится Потому Что Чуть Разнообразит Хоть Две Стороны Будет Потому Что Всегда Одностороннее Мое Мнение На Женские Проблемы Как Будто И Многие Из-за Этого Обзывают Сексистом Я Девушка Это Реально Работает Но Всегда Работает Мне Не Надо Если Подруге Надо То Мне Тоже Надо Зачем Учить Такому Мужчин Пусть Мучается Здравствуйте Люблю Вас Слушать Вы Класс Спасибо Вот Мне Мужчины Говорят Зачем Ты Учишь Женщин Этому А Теперь Женщины Говорят Зачем Ты Учишь Мужчин На самом Деле Чтобы Мы Друг Друга Как То Понимали Потому Что Мы Реально Не Понимаем Понимаете А Мужчинам Всем Скажу Если Тебе Говорят Что Ты Мне Не Интереснее И Тебя Отшиваю То Лучше Еще Подкати Потому Что Женщины Любят Настойчивых И Возможно Ты Нравился До Этого Но Она Обязана Первый Раз Тебе Отказать Понимаешь Потому Что Она Не Такая Она Королева Попробуй Дотянись Она Тебе Должна Дать Планку До Которую Ты Будешь Допрыгивать Если Она Тебе Поставила Планку Ты Такой Да Пошла Нахер Короче Но Ей Тоже Обидно И Здравствуйте Ушла Бросила От мужа С детьми Живем В другом Городе Муж Ничем Не Помогает До Сих Пор Не Подала На Развод Так Как Есть Страх Как Принять Решение Официально Развестись Ну Во-первых Ты Сама Ушла Почему Должен Помогать Это Первое То есть Если Инициатор Развода Ты То Помогать Он Не Будет Точно Второе Если Ты Сейчас Как Подать На Развод И Решиться В Чем Твой Страх Если Ты Уже С Нем Живешь Понимаешь Поэтому Ну Прими Решение Подай На Развод Сегодня Это Делать Все Онлайн Вот Это Вы Точно Сказали Вчера Только Он Сказал Что Поругался С Каленкой Что Целует Зат Кого Раньше Вообще Не Воспринимал И Много Материться Стал Что Ему С Делать Гордыни Пусть Сядет На Дороге И Просит Денег То Едешь На Улицу Здравствуйте Дайте Денег Пошел Нахер Ты Идешь Здравствуйте Дайте Денег Пусть Попрошайничает Его Гордыня Снизится Он Может С кем Еще Поделется Конечно По Дороге Но Будет Совсем Дебил Но Эго Своё Нужно Отрабатывать Потому Что У него И Должности Забрали Скорее Сего Он Был Какой Начальник Менеджер Среднего Звена Потом Его Поперли Потому Что Он Не Сильно Профессионал Из За Того Что Он Не Давал Тот Выхлоп Который Нужен Потом Он Начал Думать Что Он Вообще Это Контора Его Его Вообще Нахер Из Схавать Это Дерьмо Которое Вот Он Летит Вниз Понимаете Мужчина Отталкивается Одна Запомните Как понять Что Человек Ее Подходит Ну Во-первых Мое Понимание С Любым С Любым Нормальным Человеком Здоровым Психически Можно Прожить Всю Жизнь Счастливо Поэтому Подходим Не Подходим Очень Важно Принять Просто Вопрос В том Насколько Тебе Это Нужно Если Тебе Это Не Нужно Ты Можешь Тоже Признаться И Все Страх Перед Детьми Так Я Одна Буду Содержать Двое Детей Дорогие Женщины Я Не Знаю Как Это У Вас Так Получается Но Когда Вы Остаетесь Детьми Вы По Любому Кормите Понимаете Это Как В Подводной Лодке Вы Не Можете Сказать Извините Дети Жрать Сегодня Нечего Будет Вы Каким То Образом Выкручиваетесь Мужчины Так Не Все Могут Понимаете Мы Без Вас Не Можем На Самом Деле Нам Очень Сложно Но Женщины Вы Почему То Каким То Образом Закусываете У дела И Выживаете В таких Условиях В которых Мужчина Сдох Наверное Вот Поэтому Не бойся Все Будет Все Образуется И Люди Будут Которые Тебе Помогут Рядом Мужчины И Сама Ты Сделаешь Поэтому Каждый Ребенок Рождется Своей Ложкой Поэтому Все Будет Хорошо Что Делать Если Хочется Уединить Такое Чувство Что Мне Люди Надо Уединиться Мы Все Мы Вместе Работаем Она В другом Отделе Я В другом Она Пристально Смотрит У меня От этого Крыша Едет Но Не Надо Вместе Работать Я Читаю Вопросы И В Тик Ток И В Инстаграм Вот А эти Письма Прочтения Нужно Сжигать Их Можно Сжечь Их Можно Порвать Просто Крошку Нарезать И Просто Выкинуть Не Сжигать Не Обязательно Сжечь Мож Нарезать И Выбросить Сжигать Для Того Чтобы Никто Не Прочитал И В этом Есть Такая Часть Ритуала Работах Финансовое Положение Не Меняется Благодарю Вас Завтра Пойду Подавать На Развод Ну Решение Вам Принимать Я Не Советую Что Вам Делать Я Вам Говорю Как Это Есть И Вы Принимаете Решение Сами Ты Ему Не Скажешь Он Тебя Пошлет Как Я Скажу И Попрошай Он Пусть Его Под Жопу Будет Пинать Клиенты Там Еще Что Пусть До Дна Дойдет Сиди Смотри Работаешь На Двух Работах Денег Нет Это В Любом Случае Финансовые Потолки Пробиваются Через Терапию Нужно Прийти На Сессию Нужно Поковырять В своей Голове Насколько Там Это Глубоко Засело Откуда Это Впервые Началось Помимо Блоков Сначала Снимаем Блоки Потом Начинаем Это Все Ковырять Потихоньку И Все Я Не Общаюсь С Родными Они Меня Не Понимают Что Делать Они Не Должны Тебя Понимать Тебе Сколько лет Во-первых Как Правильно Поддерживать Мужчину Когда Он Слаб Вера Просто Верить В то Что Он Сделает Сможет Не Надо Его Спасать Нужно Сесть И Верить Ты Говоришь У тебя Все Получится Ничего Страшного Там И Так Далее Это Очень Хорошо Помните Про Честного Мента Была Сценка На ТНТ О Сегодня Вода Соленая А где Соли Надо Было У Соседки Взяла Помните Вот Смотри 44 Года Обращать Внимание С кем Ты Общаешься А с Кем Не Общаешься Это Немножко По Детски Почему Потому Что Это Детская Позиция Когда Тебе Охота Чтобы Тебя Кто Одобрил Понимаешь Нужно Очень Важно Взрослеть Просто Взрослей Нужна Не Детская Позиция Ты Должна Быть Взрослой В 45 Лет Писем Прощения И Осознанность Стараешься На Работе Нет Результата Как Будто На Месте Стоишь Возникает Перегорание Жена Лет Пять Налево Не Хочу Жена Постоянно Говорит Что Хожу Теперь На Зло Хочу Сделать Вот Очень Многие Женщины Притягивают Эту Измену Правда То есть Мужчина Не Хочет Изменять Она Подозревает 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 Он Думает Чего Просто Пизде Получать Пойду Изменю Очень Часто Это Мужчин Мотивирует На Измену Это Твой Страх Его Не Надо Транслировать Правда Девчонки Вот Мужчина Пишет А Если Стараешься На Работе Нет Результата Короче Смотри Стараюсь На Работе Нет Результата Это Тогда Когда Ты Делаешь Действия Много Это ИБД Имитация Бурной Деятельности То есть Ты Делаешь Много Действий Но Результата Никакого Нет Есть Такое Понятие Как Мpres Ontario Майкинги Действия То Что Делает Деньги То Что Дели Приносит Результат И Если Ты Заточишься На Тwhat И Тех Действиях Которые Приносят Результаты У Тебя Будут Результаты Если Тебе Нужны Деньги Ты Должны Делать Только Те Действия Которые Приносят Деньги И Те Действия Которые Не связаны свои деятельности не приносят деньги ты на них просто забиваешь а вот это я стараюсь работаю ничего не получается абсолютный игнор в абсолютный абсолютный пинешь понятно да когда человек все время обвиняет другие завидуют что они лучше живут делают и то и это тоже горды не это он свою непроявленность он свою непроявленность отражает на на тебя просто понимаешь то есть на людей транслирует я не добился не сволочи короче делают вот все светлана большое спасибо что поделились поставьте там лайки поделитесь эфиром буду очень сильно благодарен друзья муж периодически изменяет во первых я не знаю статуса да то есть он тебе он признай он он признался во первых давай вот так ты точно прям уверены и ты призналась в каждые выходные пить это алкоголизм ну начальная стадия что алкоголь это первый признак стресса у меня вот алкоголь на там стоит виски много у меня я виски люблю да когда у меня депрессия водочка хорошего мне там есть но у меня там бутылкам там по полгода год по по два года кого чему-то там три года у меня кладбище алкоголя там да когда я понимаю что я начинаю пить я четко понимаю что у меня депрессия и поэтому я начинаю ковырять что же со мной происходит не то каков в каких и взаимоотношениях сейчас собой я начинаю работать на собой иду на терапию с к себе или иду на терапию к своим коллегам или иду коучем то есть я начинаю это вот выковыривать из себя почему потом у психологов бывает депрессия потому что мы не самые счастливые люди вам скажу столько говна слушать и быть счастливым невозможно дорогие вы посмотрите на этого актива лобковского на по нему же видно у него депрессия жуткая по лицу на сать удаст посмотрите он сейчас чуть расслабленнее стал но он все равно такой загашенный чуть невозможно работать с людьми и быть ну как бы таким вот психология сама по себе она требует такой самоотдачи и как эмпатии к клиенту да если коучинг требует отстранения от клиента то психология на все равно она вот в таком тесном взаимодействии почему многие любят коучинг что не хотят разбирать вот это дерьмище которое внутри вы если честно вы очень сильно удивитесь когда заглянетесь хотя бы себе под шапку что у вас в голове у вас будет просто шок от того что какую дичь вы творите я иногда когда делаю свои замеры на себя я иногда думаю так чувак ты что-то неадекватный ну кого здесь разберись вот тут на разберись я начинаю себя ковырять она но это моя профессия понимаете то есть а люди которые с этими не сталкивались никогда хотят и искренне верят сам разберусь как вы сами разберетесь как я сталкиваюсь с этим каждый день и мне требуется сторонняя помощь да но когда ты живешь одну сего блять жизнь и ты не видел разного насколько разнообразен ум человеческий то как ты сам разберешься что ты там поймешь ничего или хотел ваш совет работа есть дом есть деньги есть но в душе как будто яма письма прощения и аффирмации дорогие сначала так если я так понимаю это мужчина написал женщину ноги если рядом есть женщина то обрати на нее внимание подари какой-нибудь очень дорогой подарок и у тебя она тебя вдохновит но она научит тебя радоваться просто если рядом с мужчиной есть женщина и ты чувствуешь себя в депрессии то скорее всего ты на свою женщину уже давным-давно внимание не обращал у вас не происходит вот этого энергообмена взаимного поэтому обрати на нее внимание у тебя поднимется энергия если нет женщины это срочно найди срочно найди девушку которую ты сможешь одарить своим вниманием и любовью которая поделится с тобой своей энергией скажите пожалуйста я работаю в реанимации отдаю много энергии пациентам как вас по восполнить эту энергию работа в реанимации она короче еще хуже чем у психолога если честно и почему потому что вы очень часто сталкиваетесь часто сталкивайтесь со смертью людей спать с утратами вы об этом как-то каким-то образом вам надо объявить это еще выйти да и часто очень обвиняют врачей как так как так он вчера ходил сегодня умер но как восполнять если честно у вас наверно не получится но больше отдыхать очень важно больше дать себе время на отдых никогда не работайте без отдыха очень важно отдыхать от этих стрессов и приходите ко мне или как кому-то другому на сессии займитесь своей психикой вот жена трое детей так ну такое ощущение что она мне всю энергию высасывает я вам говорю обрати на нее внимание да то есть если есть женщина рядом это уже хорошо уже искать не надо просто обрати на нее внимание цветы шампанское цвету очки яхта то есть оставь детей там маме поете отдохните вдвоем вы оба наполнитесь если ты в таком состоянии она в таком же может быть зеркальном но точно в таком же состоянии тебе кажется что и легче ей хуже может быть чем тебе поэтому обрати на своего партнера внимание от чего от чего аллергия но заложен круглый год и ответьте пожалуйста это внутреннее непринятие себя услышал вот жене привет передавай мужчина сперва сильно любил уважал спустя три года испортились отношения ко мне почему так происходит он просто охуел перри переждал что мужчины в голове почему не ценит сперва сильно любил и уважал три года испортились отношения потому что он скорее всего разочарован в тебе так же как и ты в нем видишь у тебя изначально претензионная такая как бы он охуел или там не охуел но на ваших отношениях ты его предавала скажи он он тебе говорил это похоже на предательство или это мне больно потому что ты меня предал это не понимаешь если он тебе это говорил то это понятно тогда что ты повела себя в чем-то неправильно если этого не было то не было да то попробуй обратить на него внимание и убрать свои претензии к чертям свинячим почему потому что мужчина не терпит претензионности да ты даже написала с претензией ты задаешь вопрос претензии ко всем мужчинам на планете земля сразу пропиши письмо прощения поковыряй своего папу я не дала ему время и любовь когда был был когда был ребенок ну это такое он же понимает что это невозможно может тоже не дебилы почему дети болеют аутист аутисты в эзотерических кругах говорят так что это души которые пришли на 500 лет раньше чем должны были и поэтому они не понимают день не оказались но маме от этого не легче родителям что делать их нужно просто любить и все так три года замужем но не могу забеременеть это приходите на сессию может ли быть помеха короче смотрите не могу забеременеть это страх что мужчина не выкормит это страх это неуверенность мужчине часто и нежелание рожать вообще в принципе то есть это в любом случае сначала приходите на сессию потом мы работаем с вашим мозгом потом вы и и в общем этот если у вас матка есть придатки есть трубы есть приходите поработаем потом посмотрим гарантировать не могу но очень часто бывает так что проблема в башке да то есть в основном женщины которые не могут забереметь они не хотят или боятся может ли быть помеха для отношений мысли о том что когда выйдешь замуж нужно нужно оставить маму может здрасте не могу вылезти из долгов что посоветуетесь не лезть в долги и идти больше зарабатывать здрасте что дело что делать сын разошелся и вернулся к нам замкнулся ничего не хочет чем помочь 36 лет вот видите вот ну как бы мужчины страдают когда и бросает жена женщина вот поэтому нам тоже больно что делать вы ничего не сделаете просто наблюдать он сам вылезет потихоньку трубы чистим девочки и вперед беременность удачи нам всем вот такие дела добрый вечер игорь первый раз у вас в эфире приятного слушать большое вам благодарю у супруг так у супруг работа есть то нет стоит ли мне выходить на работу в помощь это детьми занимаюсь занимайся детьми не лезь если ты на за 3 у вас он работает ты не работаешь занимаешься детьми как только ты выйдешь на работу он сядет и не будет работать поэтому сиди и жди когда он встанет на ноги не нужно его спасать еще раз говорю ничего ты со своим мужчиной не можешь сделать хуже чем ему помогать то есть и чем его жалеть поэтому не надо его жалеть пусть работает на трех работах это сидим с детьми потому что мужчина должен думать прежде чем куда-то засунуть свой хер и чем он будет их кормить и поэтому это его крест пусть несет сам у тебя свой крест да как бы есть такой образно то есть своя судьба да то есть свои уроки ты должна заниматься детьми и не потерять себя в этом и остаться с девочкой вот этой женщиной девать девочка которая короче твоя задача сидя дома выглядеть очень хорошо понимаешь твое развитие в детях и в самой себе не проеби тело вот так я тебе скажу абструктивный бронхит ну ка абструктивный бронхит у дочки 5-6 лет подозревение на бронхиальную астму причина может из-за плохих взаимоотношений к мужу поэтому и ушла до сих пор во-первых во-первых да во-вторых для того чтобы ребенок не болел хотя бы не нужно говорить про отца ребенка плохо как бы ты к нему не относилась что бы он не делал про него плохо говорить нельзя потому что это будет отражаться на ваших детях негативно вот это первое второе когда вы начинаете долбиться туда-сюда и ругаться между с мужем нарушается связь вот этих полей и ребенок тоже болеет это все здравствуйте общались парнем я очень привязанное люблю пропал начал общение с другой что делать на самом деле он хоть хотел переспать переспал и ушел что делать ноги другого короче нахер его ноги другого если с другой встречаться что ты хочешь с этим делать если ты прям хочет вот ты понимаешь что в короче блять не зая по мне все понятно вот что тут непонятно скажи вы с ним встречались теперь вы он пропал нашел себе другую что с ним можно сделать есть такая индейская пословица хороший когда лошадь сдохла слезть не и поэтому если все уже все я хочу замуж а он не хочет хочет гулять пить прекратить отношения по его желанию теперь пишет и звонит я не отвечаю скажи если если ты хочешь сделать предложение я готова если хочешь потрахаться пошел нахуй как можно лечить сына он пьет ему 34 не жена во всем обвиняет меня роза во первых оставь его в покое то есть в том плане что ты его не сможешь вылечить это первое второе найди себе мужчину и займись мужчиной потому что 34 года это абсолютно самостоятельно мужик должен быть и прочитать книжку материнская любовь если вы в алматы завтра будет встреча с читателями с анатолием некрасовым приходите у меня в story зайдете там есть ссылка куда заходить кому звонить куда бежать короче где будет и во сколько завтра встретимся там понятно да вот материнская любовь анатолий некрасов он тебе объяснит в книжке что с этой вот ну 34 года блять и не нахер короче оставь и займись своей жизнью ты и так ему слишком много отдала теперь его оставь не надо его спасать правила воспитания подростка если это мальчик то отец сам знает и просто не лезть тогда когда воспитывает отец отец всегда воспитывает жестко неприятно и маме всегда блять жалко не нужно его останавливать то есть когда мужчина делает воспитательную работу не хер лезть со своей заботой воспитаешь слюнтяя понимаешь воспитая чувака который будет постоянно глядываться на маму мама помоги спаси что-то не получается понимаешь мужчина воспитывает так чтобы мальчик смог сделать то же самое без него по поводу лактоза ничего не скажу я не знаю а по поводу ямы долговой когда одна проблема за другой это что-то вроде кармы кармы это где-то она висела вы просто не решали и она просто в один ручейок слилось и на тебя свалилась теперь вместо того вы в эти задачи игнорили теперь вам нужно просто сделать сверху усилия для того чтобы это остановить в других городах вы проводите конференцию я провожу в астане в алмате а если воспитываешь одна без отца если воспитываешь ребенка одна без отца то тогда его должен воспитывать другой какой-то мужчина которую за которого ты выйдешь замуж общаясь мужчиной признался что женатый расставаться не хочет ни один мужчина не захочет расставаться того как с той кого он уже чепухает особенно женатый конечно ему же выгодно понимаешь почему он должен ты должна понять свою выгоду если ты как этот разведенная с ребенком допустим да и ты не хочешь боишься взаимоотношений то отношения с женатым мужчинам очень даже прикольно а если то нахера понятно вы массаж еще делаете смысле кому почему при стрессе болит грудь и матка потому что это обиды на твои женские обиды на мужчин и на маму а если нет мужчины которые бы воспитывал сына по-мужски и правду он как мамсик ему 26 года 26 он еще не мамсик это нормально вообще у тебя есть еще время выйти замуж как нет мужчины 8 миллиардов минимум 3 миллиарда это мужики блять на планете земля и вас конкретно тебе не хватило мужчина мужчина если любит разведется он не разведется вы годами будете ждать что он разведется потому что он тебя любит и не я для того чтобы мужчина развелся его нужно выдергивать блять из семьи понимаете добровольно никто ни один блять не уходил это вот это лапша на уши он сам пришел бы я не хотела это это знаете такие лапша на уши акул это бабы которые акулы они выдергивают мужика и семьи и потом говорят он сам я не хотела просто у нас любовь пиздёж хотела себя устроить и устроила себе понимаешь а а добровольно ни один мужик из семьи не уходил если она не тварь только конченая понятно поэтому хочешь замужнего мужика будь готова его выдергивать блять из семьи если ты на такие действия не способна и ты ждешь что он сам будет блять там инициатором стахановское движение не будет он инициатором потому что мужчина живет так как ему удобно блять вы женщины не понимаете в этом ничего понимаешь мужчина когда ему удобно он нихера делать не будет это вам всегда блять неудобно а нам удобно когда нам хорошо зачем что-то менять что опять начинаешь нахерать и стены перекрашивать нормальные же что-то с этими шторами блять понимаешь они а мне нормально и стены и шторы отвали очень нахер от меня понимаешь поэтому у нас все проще с нами легче мы понятнее это у вас хер пойми чё там скажите до года мужчина замужницы предлагал да потом его уже ему удобно будет так жить в гражданском будет удобно когда ты можешь не регистрировать отношения зачем их регистрировать на нахуя ему удобно запомните мужик всегда ищет удобства для себя мы эгоистичны это вам что-то всегда надо детям надо мне надо сумочку надо под сумочку надо блять портмоне надо в портмоне надо денежку положить или библи библи под сумочку машину купить от стресса может выйти дерматит что делать приходите носить все от стресса выходит дерматит извините конечно вы так распущенно разговариваете где ваш этикет разговора извините я так забылся нет у меня этикета разговора это мой эфир ничего с этим не сделаете извините меня пожалуйста как не друг мужчина сказал мы же мужчины теленки ну примерно да это мой эфир кому не нравится можете просто выйти и все ваше мнение очень важно для нас но не как одни доминирующая почему болит спина полутора встают тяжесть спине потому что у вас защебление скорее всего это надо вправлять и убирать стресс что делать с эгоистом нужно быть самой эгоистской то что мужчины есть это понятно это что женщины меркантильного почему-то не хотите принимать я поэтому всегда говорю ты должна понимать в открытую что ты хочешь от мужика если он тебе пользует до пользую то пусть платит хотя бы и ты должна понимать за что он тебе платит вы все круто и прямо говорите хоть и горько правда и добрый вечер нет трясет руки и ноги этот стресс а ну возможно не знаю просто зачем мужик женится и потом гуляет можно же и жениться и гулять всю жизнь дорогая для чего он женится и гуляет для того что как бы удовлетворить свои потребности физиологические вот и все про это очень сильно сказал речь жириновского женщинах жириновский об изменах по моему это можете забить в ютубе посмотреть это все равно что сказать что если он не любит зачем он не трахает если бы все трахались только по любви детей бы не было муж сказал что отстранился отчудился от шелеста сейчас его ничего не хочет ушел на время отдельно жить ушел так кредиты на еду деньги скидывать все плачет но пока живет отдельно как быть у него депрессия жутко дай ему время наверное не знаю ему нужно побыть одному тебе по открытым текстом сказал пусть побудет один а как облегчить состояние ребенка угодовало при расставании никак не облегчить просто больше внимания ему не замыкайся на себя а играйся с ним мне дико депрессии с работ есть работа есть муж мужчина но меня ничего не радует приходите на сессию будем работать с эмоциональными блоками после того как примирились с мужем резко попадает на ли желание что-то как-то обычно делал как массажиста мануачки для себя негативную энергию вам нужно пройти посвящение там допустим там хотя бы реки там первых ну там хотя бы одну стадию пройдите или какие-то другие энергетические практики которые помогут и научат вас сбрасывать ваш негатив который вы собираете во первых есть энергетические техники тогда когда-то на себя этой энергии не берешь но массажисты кроме того чтобы там хотя бы вот вот так поделать или солью потереться или что-то вы ничего не делаете но очень важно человеку который работает с энергиями научиться вот это накачивать энергии дочь он будет круто муж хотел чтобы я помыла машину он типа устал я не стала и тоже пошла спать он потом обиделся психованный сам помыл но долго обижался думаю внутри затыл злоси бита пошел нахер его машина пусть самой машину у тебя будет машина пусть моет твою машину или заработает на мойку бля где познакомиться застольными обеспечены мужчины это минимум риск карта надо сесть и сидеть боль спине в шее пояснице ассиохондроз сколиоз уже боль наступать на левый глиностоп есть бы это к остеопатами идите к мануальщикам что тебе дать на пожалуйста потом принеси где брать энергию если я донор донор чего вы кровь сдаете если вы сдаете кровь тогда в печеньках и в сахаре да то есть ну чтобы восстановить это все такой забавный как лечить депрессию вы приходите на сессию и мы с вами работаем это от одной до трех сессий иногда бывает за одну но вообще рекомендую две-три хотя бы минимум две в идеале 15 если денег овер до хера можете 15 раз прийти и прям сильный результат будет почему какая-то грусть и пустота и я выплакаться не могу это моя работа приходите у меня поплачете мужчина 29 лет обеспечивает три семи семью сестры и дяди потом свою же живет с мамой успешный живет с мамой это сука не успешный почему мне хочется постоянно лежать ничего смотрите живет с мамой я вам так скажу живет с мамой успешный мужчина всех обеспечивает его семья это его мама его семья это его мама и поэтому жена там скорее всего в таком непонятном состоянии типа когда не нравится пошла нахер отсюда понимаешь то есть скорее всего жену там не ставят ни во что ее вместо там как это третье там или шестое сначала мама потом сестра потом еще кто-то и потом только его семья и то что он живет с мамой это такое это не сильно хороший признак я понимаю там еще мама скорее всего молодая там до лет шестьдесят пять поэтому такое сколько длится депрессии депрессии могут длиться годами десятилетиями как избавиться от панических атак это приходите на сессию свекров после инсульта с вами живет она не ходячая конечно ее нужно за ней ухаживать и жить с ней вы от этого никуда не денетесь то есть но приходит время что делать муж был успешный потом все проиграл вернуть через время на нас детьми теперь хочет чтобы я пахал и содержала его и детей сам ничего не делать родственники его спасателей за счет сам живет вставай иди сама работой забирай детей и все его нахер отлично вы провели в эфире уже 90 минут не пора ли сделать перерыв маме 50 командует над всеми не знаю почему не уйдет жить отдельно хотя несколько квартир у него потому что маминкин сынок это не лечится ну то есть это ну это очень сложно от этого уходить самостоятельность должна быть у мужчины в любом случае понятно друзья игорь кому обратиться со спиной чтоб сняли зажим и стресс приходишь сначала ко мне на сессию я тебе вправляю и все сессию я смотрите высвободим эмоциональные блоки проливешься проорешься просрешься и потом ставлю спину и все иди ходи это где-то одну сессию может быть две если ничего такого не вылезет мужчины бытовой инвалид что делать ну не знаю смысле ты вышел за него замуж или чё проплакаться это сто процентов сессии помню как ревел у вас до сих пор благодарна как быть сыграла в эфире четко объясняете что же на сессиях на сессиях там уже жесть просто там мало разговариваем на самом деле поговорить можно на второй сессии или на третьей первые две первая сессия точно но лучше вот прям по выбивать из человека побольше спасибо за подарочный тикток очень благодарен вам поэтому отправляйте побольше вот кому нравится после совместной жизни поняла что за собой даже посуду помыть не может я тоже не мою посуду за собой не жена запрещает грыжа тоже лечится я же вправляю спину но сначала надо высвободить эмоциональные блоки понятно да потому что мужчина который начинает мыть посуду за собой он потом перестанет ну как бы он станет короче вы издать фасамца сделаете бета которому моет посуду за собой и он будет меньше зарабатывать вот вам оно нахера надо вот представьте ты можешь за не за его за него посуда он начинает на тысячу долларов больше зарабатывать сколько бы ты посуду перемыл вы госслужащий лиаким у меня вот рожа всегда похожа на проверяющего как будто психологи всегда когда я приходил на завод там на алкогольный они спрятали эти все деньги там отчетности вот эти налоговые пошли думали что есть налоговые приперся это даже когда я молодой был у меня рожа чиновничая если честно ну типаж такой до чиновника и я когда там какие-то госучреждения захожу меня даже не останавливает у меня даже пропуск не спрашивают я в больницы захожу там в карантин мог зайти мужик должен денег зарабатывать у меня обиды на бывшего мужа никак не получается отпустить письма прощения пишите отпускайте вот друзья все менки темы вам спокойной ночи приятных сновидений сын начал брать кредиты играть крипто короче не спасай пусть берет кредит и платит сам херню страдает со своей в общем все друзья всем пока пока приятных сновидений еще увидимся бай так сейчас начало инстаграм инстаграм